всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука сегодня 23 декабря и так как сейчас все выбирают у нас семена на будущий год я хочу вам рассказать о самых-самых-самых холодостойких сортах сортах томатов я говорю о них часто и некоторые говорят все от то да потому то да потому ну просто я живу в сибирском регионе для нас это палочка-выручалочка у нас без этих сортов иногда бывает что кроме них ничего после заморозков весенних не выживает снова буду говорить каждый год о них потому что смотрите какая ситуация сейчас у нас среди всех огородников мы все делимся вот на три части первая часть она самая многочисленная это те кто любят эти сорта те кто без них не представляет свой участок если вы живете например в регионе с коротким летом с холодным летом если у вас поздняя весна если у вас ранняя осень ранние заморозки они вас выручат вторая часть чуть-чуть поменьше это люди которые знают об этих сортах но они не воспринимают их серьезно они пренебрегают ими они будут все лето сидеть и ждать вот эти крупноплодные вот эти сердцевидные вот эти бифтоматы вот сидим и ждем до августа у некоторых в конце даже августа и есть одна группа огородников она совсем небольшая но я считаю там одна десятая на нас часть всех нас которые вообще не знают что существуют такие томаты которые могут пережить и заморозки кратковременные которые обрастают при замерзании при подмерзании листьев при подмерзании стеблей при полном подмерзании когда остается одна кочерыжка это можно получить из них урожай вот сейчас я расскажу о них конечно это те самые толстоногие томаты со снежными названиями вы уже слышали от меня не раз и под снежника метелица и таймыр тут же снежная сказка аляска сюда же ринет можно отнести даже сюда же относятся и демидов и настенька и тройка сибирская тройка это то есть те у которых очень толстый стебель у которых листья мясистые такие корявые но они такие прям они немножко отличаются от других томатов у других томатов листики потоньше и у них на пачке я уже говорила или снежинка нарисована или там мишка с морковкой и на обороте у многих написано что сорт невероятно устойчив кратковременным периодом похолодания и может даже переносит кратковременные заморозки и имеет свойство обрастать после подмерзания вот так как-то ну вот на таймыре по крайней мере так написано таймыр и аляска я читала прям на них и полюс вот с чего началось мое знакомство с этими томатами конечно я как житель сибирского региона я знаю что у нас весной у меня не раз замерзали и томаты и арбузы и дыни у нас даже в июне до 7 июня могут быть морозы минус 7 ну ночью кратковременные заморозки как вот обшпаривает все я когда накупила этих сортов 10 по моему первый год я решила их испытать правда или неправда но знаете у нас бывает весна иногда высадишь например в середине мая закроешь пленочкой все это законопатишь все это зароешь а заморозков нет бывает что без возвратных заморозков хоть и редко но бывает а в этот год когда я начинала знакомиться с этими сортами я конечно работала мне некогда было строить вот эти основательные тоннели и все я рассаду вырастила высадила в средине мая и думаю раз они такие сорта для сибири для других холодных регионов нужно значит их испытывать действительно вот такими как жесточайшими условиями мне некогда было делать и я решила просто посмотреть я не укрывала их вообще ничем ну и конечно это был не тот год когда заморозков не было возвратных как только они прижились как только несколько листиков у них выросло у нас ночной заморозок так как я заранее это ничего не укрыла не сделала я уже ничего не смогла сделать и решила на выживание все их ошпарила ночью ну не знаю сколько было минус один минус два минус три раньше когда я работала официально я никогда я не бегала с градусником я за этим сильно не наблюдала но я знаю только что я подошла листья у них почернели листья почернели и когда солнышко выглянуло они как обычно чернеют они потом подсыхают и все но на этом жизнь этих листиков заканчивается они во первых были маленькие еще рассада была не очень большая и листьев когда листья обмерзли я думала что действительно это все но я всегда у меня есть на запасе я думала выдерну и на это место посажу другие но тут какое-то время прошло не знаю недели или сколько так как я раньше высадила их мы еще в это время не высаживаем в открытый грунт я думаю но в традиционные сроки буду высаживать и эти заменю оказались они я подумала что они оказались такие хлипкие такие все но когда через неделю или через какое-то время я подошла и посмотрела то увидела что вот из пазух ну там где пасынки обычно растут пробиваются маленькие росточки я даже нынче вам показывала у меня нынче еще раз обмерзла грядка полностью демедово замерзли не только листья но обмерзла и верхушка макушка точка роста и вот в тот раз было так же и вот эти вот начали вылазить маленькие росточки и как только наступило тепло они очень быстро потому что корневая система осталась там целая она осталась сильная и уже укоренившаяся и когда вот других я начала высаживать они только начали прицепляться у этих корневая система была большая и она погнала конечно погнала вверх все питательные вещества куда им деваться конечно в пасынки очень быстро они восстановились конечно форма немного после такого подмерзания у них уродливая потому что точки роста нет и они вырастают шарообразные у них вот так пасынки во все стороны идут а здесь верхушки нет но это важно потому что они так все почти вот эти сорта толстоногие они все детерминатные они невысокие и мы вы можете оставить также два пасынка и вести в два ствола остальное все удалить все проверка прошла и потом конечно эти сорта остались у меня надолго навсегда вот потом я их начала в тоннелях испытывать потом я их начала самыми первыми ранними высаживать я знаю что они подмерзают потом обрастают прошли они испытания не только сибири но вообще даже вот сверх ранним высаживанием что можно сказать вообще в общем об этих сортах ну они почти все да не почти все они все детерминатные это конечно хорошо потому что вот эта детерминатность позволяет им быстро сформировать вот этот куст заканчивается начинается быстро формирование плодов и благодаря этой детерминатности вы знаете что детерминатные сорта они немного раньше спеют у них вот это вот ранняя спелость дают им эта детерминатность но то что они есть конечно и минус то что они не очень крупноплодные почти все у них плоды мелкие или средние но однако вот например у метелицы у розоветров у подснежника на первых кистях могут быть 250 300 грамм быть томаты они такие ну как чуть выше среднего конечно это не бифтоматы конечно это не те вот мясистые но когда когда вот эти наши крупноплодные которые мы ждем как я говорила ждать куда августа сидеть когда они вот такие зеленые как лягушата и когда еще месяц или полтора до их созревания а вот эти уже красные вот они готовые то мы за год уже забывается вкус тех томатов и когда кушаешь вот эти первые пусть они да они не такие мясистые у них немного больше сока чем нужно бы потому что они в них во всех много семян семян у них много всегда у них нет такого плотного мяса как вот у тех томатов которые долго ждем у салатных но все равно когда никаких томатов нет когда еще нет ни арбузов ни дынь еще у нас не поспели ни перца ни баклажаны а вот эти выросли одни томаты в паре с огурцами это прекрасные салаты это наивкуснейшие не знаю весной но не весной а в начале лета они кажутся самыми вкусными а если добавить еще что они неприхотливые что на них нужно минимум ухода дежурный уход зачастую их некоторые выращивают вообще без посынкования без подвязки то это палочка-выручалочка я говорю что вот эти рабочие лошадки палочка-выручалочка вот смотрите первые как я делаю первые мы конечно съедаем первые это в салаты это и готовим и пиццу и жарим с яйцами везде где мы можем пока мы не доедимся когда вот уже мы полностью наедимся а тут и как раз поспевают вот эти вот крупноплодные мясистые тогда наши вот эти неприхотливые которые холодостойкие которые очень просто выращивать конечно все идут на томата заготовки это томатные соки это лечо это все борщевые заправки делают только из них потому что чем чем а массы они задавливают все другие томаты они же ну как у них плоды не очень большие поэтому их много они вот своей вот этой дружной отдачи поражают многих хоть или нет у меня вот есть снимок он всего 100 граммовый 100 120 грамм но вся земля уложена вот у меня по земле он рос вся земля будет усыпана этими плодами но все в особо холодную весну они нас могут выручить когда другие долго мы не можем высадить в открытый грунт потому что те конечно нам жалко тема выращиваем самого кто-то в феврале даже начинает сеять или в начале марта вот мы холим лелеем ту рассаду и мы боимся ее выбросить на улицу а вдруг холодно а вдруг еще что-то у нас многие врач высаживают только 15 июня вот эти вот томаты которые которые нормальные вот такие крупноплодные потому что жалеют что рассада замерзнет боятся а эти жалеть не нужно потому что если даже они обмерзнут они обрастают все я советую присмотреться вот к таким сортам тем действительно огородникам кто сильно занят кому некогда вот эти тоннели строить у кого нет тепличек кому некогда вообще вот так бдеть очень тщательно за своими томатами я вам гарантирую даже если они немножко подмерзнут эти листики почернеют и обсыпятся вырастут другие через пасынок вырастите все до свидания вот это было небольшой был такой обзор вот этих холодостойких томатов к сожалению производитель не всегда указывает на обороте толстоногий он или не толстоногий какого у него вообще строения поэтому я вот подбирала свои методом проб и ошибок просто много 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 сортов высевала и вот этих толстоногих всех отсортировала всех отсортировала вот сейчас клуша тоже появилась толстоногая потом вот эти все спиридон москвич их очень очень много раньше у меня было несколько сортов сейчас уже наверно 30 или 40 все они пригодны вот для такого экстремального выращивания все до свидания надеюсь кому-то начинающим огородникам я помогла тем кто ищет вот такие сорта которые могут в холодных регионах вырасти и дать нам урожай хотя бы вот на ту тот период передержки пока нет крупноплодных они вас точно выручат оловянные как я их называю стойкие оловянные солдатики до свидания